Продолжение следует... С Алиэкспресс Китая, то бишь, тут должна быть экшн-камера, замена разбитой на дроне при испытаниях Motec 405 в корпусе Sima X8. Ждал посылку эту больше 40 дней, 40 с лишним. Шла она, ждал пока отправят, потом отправил, продавец отписался, что отправил. И ждал 38 дней. Отслеживалась плохо, отвратительно. Шла она через Латвию. В Латвию пришла быстро, а в Латвии сидела 20 дней. С чего, спрашиваются, сидеть в Латвии на сортировке 20 дней. Потом быстренько пришла. Шла почему-то по Украине, нет, через Львов, как обычно. Прибалтика идет через Львов, а шла через Киев. Ну, в общем, покрутилась посылочка, упаковка. Сами видите, упаковка супер. Я думаю, придет разбитая, подавленная. Ну, нет, вот такая вот пришла, идеально, целенькая. Несмотря на то, что она 38 дней болталась по складам непонятно каким. Булдрэгон. Написано, что Б-39, проверим потом. А то пока посмотрим, что у нас здесь есть в этой... Как ее тут лучше открыть? Ну, вот сверху, сверху открываем. О, ладно, сейчас все коробки вытащу. Вообще, это у нас, у меня, вернее, экшн-камера из шести, которых я покупал. В Китае движение ее до покупателя самое длительное. Вот видите, тут тоже упаковано. А что у нас в этой коробочке? Что-то... А, тут сама камера, я так понял. Да, вот видишь, так он в боксе. Ну, точно такой же бокс, как Лидэш 7000. Сейчас ее... Очень-очень ненадежный бокс. Вот этот зажим, очень слабенький, и он ломается. Вот этот вот, в этом месте. В этом месте он ломается. Сейчас я принесу. Принесу для сравнения. Вот он, бокс Лидэйдж. Вот они. И на камере, только что здесь написано, Bull Dragon, а здесь Лидэйдж. Ну, и вот, очень жалко эту камеру. Камера хорошая, с хорошими возможностями ударилась. И хотя корпус написано противоударный, вот здесь была выключена, вот здесь ударился. И все, и перестало, перестало включаться. Вот тут он включается. И две мастерские носил, два сервиса. А самое ценное здесь для меня, это вот этот вот, возможность вот этого крепежа для дрону. Вернее, не на дроне, а на подвесе. Ну, ладно, это я отвлекся. Это как для информации. Вот, переходим к этой камере. Так, что-то тут заклеено, что ли, не пойму. Должна открываться самостоятельно. А нет, прикипела. Вот камера. Единственное отличие здесь, пока отличие, это вот этот вот корпус. Ну, из такого же он пластика сделан, приятного на ощупь, как ильдейч. Только что-то разница. Здесь закругленные такие углы. Здесь прямые. И здесь, видите, какая защита еще для объектива. А здесь вот, кругленькая такая, небольшая. А объектив, один и тот же объектив, что здесь, что здесь, я вижу. Такой же вот есть, такая же гайка для крепления. Вот, хорошо. Я из-за этого, в принципе, и брал. Ну, вот, защита на стекле. Ну, плетка, да, защитная. Снимаю ее. Снимаю. Здесь, так же, как ильдейч. Ну, немножко пожестче. Вот здесь вот эта вот хрень, она отрывается. Поэтому она такая. Ну, она не выпадает даже, когда отрывается. Она не выпадает. Даже в воздухе. А здесь все это крепление, вот эта вот перемычечка. Очень слабенькая. Поэтому открывать надо аккуратненько. Ух ты. Надо принести что-то. Ну, ладно, попробуем включить. Пока посмотрим, какой заряд аккумуляет. Вот так включается. Ух ты. Какая. Нет карты памяти, да? Ну, а карта памяти вставляется как раз вот здесь. Сразу уже стоит 4К 60 фпс. Ну, вот, видите, режимы камеры. Нет карты памяти. Хорошо. Нет карты памяти. О, уже. 4К 30. 1080 на 120 фпс. Ну, ты поглядь, как она. 1080 на 120 фпс. Хорошо. А что у нас? 2,7 нет режима. 820 на 240 фпс. Ну, посмотрим. Посмотрим, что здесь. Тут у нас 20 мегапикселей. Здесь у нас тоже 24. Заряд камеры где-то. Ну, 3 полосочки есть. Зум. Нет, крестиком надо зуммировать. А это что у нас тут? Хорошо. Ладно. Есть еще возможность так и в меню выбирать. Взяли в меню. Нет карты памяти. Вот так вот. Вот, как обычно. Хорошо. Пока вот такая информация. Как она снимает? Поставлю карту. Открою здесь сейчас сначала. Сначала вот надо открыть. О, открыл. Аккумулятор вот такой. Насколько он. Сейчас мы проверим. 1350 мАч. А здесь у нас... Здесь нет. Я вытащил. Ну, че. Сейчас поставим карту. Вот карта. Ставлю карту. Ставлю обратно аккумулятор. Плотненько сидит. Пока не закрываю. Хорошо. Режим работы. О, появился баланс белого. Видите? Авто. Дневной свет. Облачно. Появились еще дополнительные настройки. Раскаленные. Флэйрсетные. Морские. Снежный режим. Это уже хорошо. Последствия. Выпадает. Скотч заклеивает, что ли? Не пойдет такое дело. Так. Все. Надо ставить на зарядку аккумулятор. Ладно. Переходим к изучениям аксессуаров. Это все на потом. Итак. Один аксессуар есть. Бокс для подводной съемки. Вот. Не самый лучший бокс. Я уже сказал. Так вот. Закрывается. Смотрим, что здесь. Мануальчик. Здесь, конечно, русского языка нет. Есть такая Так. Стандартный набор аксессуаров. Которые у меня целый чемодан уже этих аксессуаров. Которыми я не пользуюсь. Ну, некоторыми. Это крепеж на трубу, на руль велосипеда. Ну, то есть, на круглые трубообразные вот это вот переходничок. Это для установки на плоские или с липучкой. Для установки на плоские поверхности. И сюда же вставляется можно вставлять крепеж. Ну, вот такой вот. Вот такой вот крепеж сюда вставляется. Это можно на механический выручной стабилизатор использовать. Можно как переходники использовать. Ну, вот. Такой переходничок есть хороший. Вот. Это зажимчик. Вот вещь хорошая. Переходничок. Очень ценная. Часто нужно бывает. Вот еще один. Вот хорошо, что. Вот еще один. Нет для для шлема вот таких липучек, чтобы на шлем можно было приклеивать. Но, это не самое страшное. пульт дистанционного управления с батарейкой. Еще запасная батарейка. Уже неплохо. Но тут уже батарейка такая слабоватенькая. Или просто контактика. Да, не, нормальная. Нормальная батарейка. Вот. Есть еще один ремешок. То на липучке был ремешок. А это узких нет ремешков. А это такой вот к рюкзачку пристегнуться. Вот это так. Ну, в общем, стандартный наборчик аксессуаров. Ничего здесь такого супер-пупер нет. Вот. Ремешок тоже такой примитивненький, честно, откровенно. Вот. Своего сделать, конечно, не могут, потому что эта компания только так сборкой занимается. Ну, Такое, не знаю, будет здесь сколько? Четырехжильный или двухжильный. Надо проверить, будет ли он к компьютеру подключать. Это надо еще смотреть. Потому что, если будет, то еще ничего. У Экинг у того силиконовый, фирменный. Там хороший. Ну, вот, в общем, такой вот комплектик. Такой комплект. Вот сразу это дерьмо, это будет вам мозг выносить. Вот. Тут же видно, что эти резинки были с других камер. Вот я вам показываю, что вот с этой камеры, да, вот она торуна у меня. Но она не вылетает. Ее вставил и без проблем. Хоть в полете, хоть где. Вот она держится. А это что-то... Может, она не держится из-за того, что ей мешает. Всяком случае, пока не оторвано, не вылетит, не потеряется. надо готовить один к одному. Вот. Вот они. Только здесь нет 4К 60 FPS здесь было. Два режима 4К со стабилизацией без стабилизации. И 2.7 было 30 FPS. 1080 60 FPS, 1080 30 FPS. Вот. Я не 20 или 60. Ну, в общем, отремонтировать пока нигде не могу. Лежит кирпичом. Не знаю, может быть, сам пытался, тут разбирал ее. Значит, ну, тут еще надо объектив менять, потому что, когда она упала, разбилась, об асфальт черкнула объективом. Ну, это объектив не проблема, можно с другой камеры поставить. Вот. В общем, перейду к компьютеру пока, посмотрю, что там на компьютере будет. Подключили к компьютеру. Вот она, камера наша. Вот она подключена. Камера подключена к компьютеру. Заходим в диспетчер устройств. Открываем. Вот диспетчер устройств открылся. Заходим аудио-видео. Вот, видите, Акетч V37 процессор. Заходим в звуковые, игровые видеоустройства. Опять же V37. Заходим в камеру. Опять V37. Никакого V39 здесь нет. Так что, чтобы нам тут не рассказывали сказки про серого бычка, что V39 нету V39. Вот, что есть. Поэтому, если вас это не устраивает, сразу принимайте решение. и если устраивает, ну, тогда не обращайте на это особого внимания. Я вам скажу сейчас, ну, в конце этого сюжета покажу видео, которое я снимал вчера при тестировании камеры. Или не столько камеры, а сколько стабилизатора, который стоит в камере. Ну, в общем, сделайте, посмотрите и сделайте для себя выводы. Я, в принципе, остался стабилизатором доволен. И мне это подходит. Сначала хотел спор открывать с продавцом, а потом подумал, что не стоит. Хотя камера, цена на эту камеру завышена. Продавцы явно задрали, слишком задрали цену на эту камеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...